Привет друзья! Опубликованы кадры запуска российского БПЛА Орланд-10 комплекса РЭП ЛЕЕР-3 на Украине. Ранее мы о нем рассказывали, ссылка на видео в комментариях к ролику. Комплекс РБ-341В предназначен для подавления сотовой GSM связи с помощью БПЛА РЭП Орланд-10 на дальности до 120 км. Специальный передатчик, установленный на БПЛА Орланд-10 имитирует работу базовой станции сотовой сети и мешает нормальной работе абонентских терминалов. Более подробно далее в видео. Мы находим сотовую связь GSM, 4G, 3G. То есть сотовая связь она сейчас везде абсолютно, даже на передовой она где-то появляется. Когда засекаем, мы уже работаем непосредственно с артиллеристами. То есть если есть скопление, больше трех абонентов, это уже скопление считается. То есть мы залетаем, смотрим по карте, по карте смотрим. Если это лес, то есть логически подумать, значит это противник стоит в лесу, уже никто не будет правильно стоять. Ну и дальше уже работаем именно с артиллеристами, даем им команду. В данном случае это идет как разведка. То есть телефон есть у всех, в данном случае идет как разведка. То есть разведка, именно координаты, то есть и вот работаем по ним. То есть если пешая разведка не достает, допустим, она не может выйти, да, там какие-то преграды у них, мы залетаем на данном аппарате и уже с разведчиками работаем. Можем работать на любое расстояние, залетать на передовую, но в некоторых случаях мы не можем залететь, нет качества навигации. Собираем, обрабатываем эти данные и если нужно, то заходим в постобработку, анализируем эти абонентские терминалы, определяем какой стране они принадлежат и в принципе их удаленность и разброс между друг другом. На момент произвожу место определения абонентских терминалов и принадлежения страны и дефекционных номеров. То есть и мы, и МСА. МСА это принадлежения страны. В данный момент у нас сейчас выявились три абонента Швейцарии и примерно где-то 93 абонента Украины. Далее я просто нажимаю рассчитать, чем больше он кидает, летает, когда и находит абоненту, тем более определенно мы находим место положения, это точное место положения. Данные беспилотники различаются различными видами полезных нагрузок. Также оснащен функцией искажения навигационного поля, то есть мы можем задавать различные параметры каким-то навигационным прибором, будь то это обычный телефон, навигатор в телефоне, будь то это коптер противника, можем задавать ему ошибочную высоту полета, координаты, какие мы строить ему маршруты движения, уводить его за собой, соответственно сажать. Это очень важно, потому что коптеры, допустим, используются на всей линии фронта, снимают наши позиции. Данный беспилотник показался очень эффективным, то есть, если в радиус действия попадает коптер, то мы можем его увести за собой, сажать. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.